Субтитры сделал DimaTorzok А у нас произошло следующее Мы нашли какой-то тайник с пришельцами И нашли какой-то разум Какого-то пришельца, тело которого умирало Он вселился в нас Как подходящий сосуд для временного пребывания Да и теперь у нас в голове Есть пришелец, который нам подсказывает Рассказывает, повествует Потом, побывав на этой платформе Мы обнаружили причал станции Дельта И теперь мы отправимся на причал станции Дельта Чтобы узнать, что там Параллельно мы также собрали все необходимые вещи Для нашей подводной лодочки Мы на ней сейчас плаваем Волканическая какая-то зона Итак, причал станции Дельта Давайте начнем наше исследование Да, кстати, здесь нам не только придется бороться С кислородом или прочей фигней Нам еще придется бороться обледенением Что в данном случае и происходит С нами мы к херам замерзаем Что это было там, что это такое Кофейный автомат синтезирован Утилизатор Это все с собой, конечно, заберем Скамья Удобная скамья А это что? Здесь вода Это есть О, фонари Перехлаждение Так, мы согрелись Все хорошо Тем временем Мы занимаемся сканированием И изучением всего, что здесь есть Потому что это все нам понадобится Это все осветительные приборы Тем более нам понадобятся Название радиомака Причал станции Дельта Окей, готово Оставим здесь Это автоматическое сообщение Если ты слышишь Значит, ты вторгся на чужую территорию Если не хочешь неприятностей Поверь отсюда Не обышею не свернуть В такой-то темноте Ребятки Предлагаю Дождаться рассвета Чтобы продолжить наше путешествие Огонь Так Ну нахер Что ты такое? Тем временем Наступил рассвет И мы отправились изучать Этот таинственный остров С которого нас попросили Исчезнуть Здесь я смотрю Очень много тропинок И все они ведут в разные места Куда есть проход Здесь есть цветок Но цветок мы уже изучали Да, эти цветки нам дают тепло Поэтому если вам станет друг Холодно Можете придаться своей жопкой К этим милым лопухам Главное, только не совсем близко То можно обжечься Предлагаю пока идти Просто вокруг острова Чтобы изучить его размеры Итак, мы обошли остров И значит нашли какую-то пещеру Будем сейчас углубляться Изучать пещеру Смотреть, что здесь происходит Нам нужно понять Что на этом острове Кто на этом острове И почему он так нас Любезно встречает Какие-то кабели Ну это мы все изучили Идем дальше У нас здесь Ааааа Это место очень напоминает Зловещее прибежище Взять орех подковника В общем, какое-то дерево Не обязательно брать кучи семян Ребятки Мы помним, что растение Когда вырастает Дает плоды Рационально используйте Свои сумки Подсумки Разгрузки Здесь у нас что Здесь мы вышли на другую сторону Нашего острова А тем временем Что у нас в пещере Пещера-то ведет глубже А что здесь-то Смотрите Кристаллическая сера Фрагмент детектора минералов Детектор минералов Который нам нужно собрать Мы нашли какое-то сообщение Давайте почитаем КПК Что у нас сказано в КПК Так, как открыть вот эти все моменты Я раньше тоже не понимал На самом деле очень легко Вы просто изучаете окружающий мир И постепенно Когда находится тот или иной ресурс Для определенного Определенной вещи То она у вас открывается Вот так это все и работает Так что на заметочку ставим И ходим всегда с локатором И все изучаем Все сканируем Голосовые журналы Здесь вы можете смотреть Все, что вы пропустили По той или иной причине Вдруг у вас была битва Или вы просто залипали В какую-то, я не знаю Картинку на втором экране И пропустили сообщение Не прочитали Потому что игра же все-таки Полностью переведена Да, она полностью переведена Так что приходится Заново все перечитывать Без субтитров тут не обойтись Но если вам не важен сюжет И вам глубоко насрать Тогда забудьте про это Итак, журналы сообщений Альтера Особая просьба Эммануэля Эммануэль дал мне Этот разблокированный Сканер минерала искателя Да С помощью этой штуки Если мы сделаем Мы сможем тогда Задавать тот ресурс Который нам нужен И плавать просто свободно По территории А он будет нам сам Показывать где они есть И как бы С помощью него Мы будем целенаправленно Плыть к тому или иному Тому или иному ресурсу Это очень полезная штучка Так, что у нас дальше Носители архитекторов У нас традиционно Принято перемещаться В пространстве времени В единении С мобильными Биомеханическими носителями Измененными И развитыми Под нужды обитателей Добровольное перемещение Между носителями И возможно Но совершенствование носителя Со временем Дает некоторый Комфорт И престиж Мы установили Популярный формат Для таких носителей Хотя существует Исключение Это сильные Модифицированные версии Наших тел Времен до цивилизации Она дает Хорошую подвижность Простоту И адаптацию И его легко Чинить В случае катастрофы Мы можем загрузить Наши модели Данных Светилища Для последующего Для последующего Извлечения Хранение таким методом Безопасно При условии Постоянного Энергоснабжения По поводу архитекторов Инопланетян Я их буду так Условно назвать Инопланетян Ну или давайте Архитекторов Да Помните про то Что в нас Вселился Архитектор Они дошли До такого Эволюционного Развития Что они Могут создавать Себе тела Биомеханические Потому что А Это комфорт Престиж Дополнительные функции Возможности В общем Это терминатор Это как терминатор Да Помните Робокоп У них эволюционный Скачок был Прыгнули Ну в общем Когда Значит Тело умирает Сознание остается Его можно переносить В новое тело Но Чем дольше Сознание Находится Без физической оболочки Тем Хуже для него Оно теряет Часть Своей памяти С нами это и произошло Мы нашли такое тело Умирающее Итак ребятки Отправляемся дальше На исследование Этой планеты What the fuck А ну стоять Альтеранка Ты перешла граница Я не из Альтеры Тогда твое положение Вдвойне шаткое Что ты имеешь в виду Если ты говоришь правду Значит ты Спятила Если ты лжешь То ты поплатишься Подожди Кто ты Держись подальше От моей территории Это какая-то Супер бабка Ребятки Я не знаю Что это такое Но Я не знаю Что это такое И как с этим бороться Пусть женщины В экзокостюме Удалось отследить Насколько Позволяют Мои технологии Местонахождение Женщины Известно Последний сигнал Местоположение Пилота Женщины Я надеюсь В будущем Ты будешь избегать Контактов с этой женщиной В экзокостюме Я один из последних Представителей Мирающей цивилизации Если ты Не сохранишь Своё Благополучие Может исчезнуть Целый вид Почему ты вообще Думаешь Что она Враждебная Раздражительная Пожалуй Ну кто бы таким Не стал Оставшись здесь В одиночестве Она не отреагировала На мой сигнал Бедствия И она довольно Хорошо вооружена Может она нас боится Я не намерен Выяснять это Итак Ребятки Вот это сюжетный Поворотик Я вам скажу А мы тем временем Замерзаем Давайте спрячемся Нам холодно Ух ты А там какая-то база Погодите-ка Я сейчас Херам Замерзну Я умираю Пожалуйста Что это А Жопка горит Дабы нам Тут понять Еще как Сюда зайти Я через стекло Конечно Не хочу Заходить Но вот Смотрите А мы зашли Через стекло Да Что это такое Фрагмент музыкального Автомата Конечно же мы возьмем музыкальный автомат. Новый чертеж синтезирован. Динамики музыкального автомата синтезированы. Стул, стол. Это аптечка. Это мы открыли. А тут у нас журнал и сообщение. Тайный пришелец, скорее тайный жулик. Еще раз говорю, я не мухлюю. Тогда какова твоя теория? Что происходит? Если вы спрашиваете меня, то за это много моргает. Думаю, это сигнал. В этом есть смысл? У меня аллергия. Аллергия? Ой, на этой ледяной планете что-то зацвело? Шарлили, если вы на меня оболчитесь, клянусь, всех повольнее. Ты мне даже не начальник. Каковы легковерные, ругаетесь друг с другом, а тем временем гляните на Парвана. Просто посмотрите на него. А что я делаю? Я ничего не делаю. Давайте голосовать. Все, кто думает, что аллергия Зетты – это тяжелый случай оленито. Скажите пришелец. 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 Дани? О, тут я просто, я наблюдатель. Я использую пропуск. Это что, какой-то загор ученых? Зетта Сэм Даниэла? Вы все трое внезапно спелись? Или, как я сказала, Парван Мухлёет. Я начинаю жалеть, что я не мухлевал. Итак, они раскидываются в картишки. Это милая беседа. И ничего, больше мы не узнали, интересного. Но смотрите, ребята, как нам повезло. Мы нашли карту нашего острова. Карта пригодится, я смогу найти дорогу до центра робототехники Фиг, где работала Сэм. Отправляемся дальше. Приятная обстановочка. Во-первых, куча интересных плакатов. Мы их заберем. А кровать удобная для того, чтобы высыпаться. Но мы играем в выживание, поэтому это просто будет тупая интерьерка. А кровати у нас разные. Поэтому мы их обе сканируем. Это, смотрите, это с каким-то тут подсумком. Что, мы что-то, мы что-то подняли. Мы забыли здание это просканировать. Охренеть, многоцелевая комната. Мы теперь можем делать многоцелевую комнату. Что-то мы еще пропустили. Полку пропустили. Ну, конечно ли, мы пропустили, мать его, полку. А теперь погнали дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас рабочий стол. Полки с книгами. Офигенно. Открыть бритвенный набор. Забрать бритвенный набор. Фотография. С кресла. Можно прям мебельную фабрику открыть. Здесь у нас что? КПК. Поврежденная модификационная станция. Ну, мы ее отремонтируем. Кружечки, ручки. Это все можно брать? Нет? Нельзя? Что еще? Еще один плакатик. Ну, давайте откроем КПК. Правда, это не первый и не последний КПК. Вот еще один КПК. Возьмем его сейчас. Журнал технологической башни связи. Новый день. Новый щелчок по носу пернатых фурий. Как обычно, сработала сигнализация о помехах. Как обычно, я пошел наружу посмотреть, в чем проблема. Как обычно, это были замерзшие сталагмиты птичьих экскрементов. Наладил работу башни. Техобслуживание завершено. Завлекаюсь. Дженни, ты не поверишь, какие приключения я тут переживаю. Это прям как в детстве, когда мы играли в подводный город. Только морские чудовища здесь не притворные. А мне не нужно прятаться за тебя, когда кто-нибудь из них проплывает. Потому что я в безопасности в своем мореходе. Большое спасибо за набор для усов. Что мы открыли? Многоцелевую комнату. Смотрите, сколько всего мы открываем. Улучшенное дисканирование. Нож-термоклинок. Вот, что, собственно говоря, мне и нужно. Улучшенный нож-термоклинок. У нас пока только обычный, а это с повышенным уроном. И дохерища всяких штук. Нужно больше ресурсов. Так, ладно, это из другой игры. Первая комната исследована. Идем к следующей комнате. Тем временем на улице было довольно-таки свежо и прохладно. И здесь у нас есть башня. Давайте сразу сходим в башню. Башня или антенна, как ее называют. Журнал. Журнал техобслуживания башни. Ладно, в этот раз птицы зашли слишком далеко. Не знаю, что они едят, но когда они выходят с следующего конца, оно очень едкое. Мне придется менять проводку. Мне не хватает элементов для того, чтобы изготовить правильный провод. Я помню, что видел такие, когда нырял к тому старому кораблю. И как бы намекает, что нам нужно куда-то нырнуть. Ушел рыбачить. Чтобы найти там какие-то элементы для какой-то проводки. И, видимо, башня повреждена. Мы сканировали отчет состояния. А теперь пойдем к месту потеплее для того, чтобы прочитать отчет состояния. Потому что у нас уже немножко муднеет в глазках. Отчет спутникового наблюдения. Сканирование региона. Сектор 0. Обнаружены две активные человеческие особи. Ах, здесь есть люди. Обнаружено несанкционированное строительство жилища и передвижение. Транспорта. Но это, видимо, вот эта бабка здесь ходила. Рекомендация наблюдать и готовиться к возможному вмешательству. Кошки. Мы уже вмешались по самой неболу. Чуть не погибли. Что-то мы обнаружили. Две человеческие особи находятся на этой планете. Нам еще предстоит это все узнать. Заходим во второе помещение. Жилое во второе помещение. И что мы сразу видим? Неплохо обставлен. Наверное, это кого-то из высших чинов. О, аквариум. Возможно, здесь я найду улики насчет Сэм. И мы изучили аквариум. Еще вариации разные. Есть кровати. Полочка, выпиралочка. Деревянный стол. Огонь. Эммануэль Десджардинг. Эммануэль. Здесь какой-то был... О-о-о. Прикольная штука. Новый чертеж синтезирован. Горшок вот новый мы это черепить. О, комната. Обсерватория, по-моему. Да, это обсерватория. Совершенно верно. Мы изучили обсерваторию. Ладно, больше пока ничего нельзя изучить, но мы почитаем. Доброе утро, морозная стая. Просто небольшая сводка новостей о важных достижениях и сдвигах приоритетов, с которыми вам нужно познакомиться. Проект пингвинокрылов, шпионов, имеет оглушительный успех. Позвольте присоединиться к поздравлениям в адрес Саманте Айум, которая будет переведена на OnePost 0, помогать нам в будущих инициативах. Поздравление также в адрес Даниэлы Валентины и ее команды в лаборатории Омега. Закрытие центра ФИ означает, что столь важное финансирование будет перераспределено на исследование бактерий Хара, которое имеет важные позитивные последствия для всех биологических наук. Вы все делаете исключительные успехи, и я не хочу ничего обещать, но штаб-квартира это заметила. Продолжайте усердно работать, и скоро, думаю, мы начнем обсуждать бонусы. Вот куда нам стоит направиться. Сэм на самом деле действовала на нервы начальству. Не думала, что она на такое способна. Где нам дальше искать Сэм? В лаборатории Омега. Нам стоит туда заглянуть, но... Для начала... Для начала... Для начала... Для начала я бы хотел улучшить наши боевые возможности. Построить какую-нибудь базу, где мы будем с вами процветать, запасаться ресурсами, и в целом развиваться для того, чтобы путешествовать. Потому что планета очень опасная, тварей всяческих очень много здесь. Я ощущаю местопроложение важного артефакта. Я передам координаты, чтобы ты смогла его поискать. Местонахождение сигнала загружен в КПК. Понял. Так, дорогие друзья, с вами был канал Али Геймлэс. Пэмрак, это игра Субнафтика Беллоу Зеро. Мы на этом прерываем очередное прохождение данной игры. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok